Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru В китайском чайном интернете не так давно появился очередной видеоканал, авторы которого рассказывают о разных чайных локациях. Если интересно, посмотрите сами, там любопытные ролики, ссылка будет в сообщении. И чайные пространства там тоже симпатичные. Проблема только в том, что у этого канала нет своего адреса. Ролики публикуются в единой новостной ленте зонтичного чайного проекта. Поэтому проще всего получить к ним доступ через поиск по названию канала. И, с вашего позволения, как раз о названии этого канала я и скажу пару слов. Вернее, даже не о названии, а о предмете чайной утвари и в большей степени повседневного быта, в честь которого этот канал назван. Китайское название канала «Бай Цзя Ча Ган» можно, наверное, перевести как «Сотни чайных кружек». Вроде как совершенно обычное название. И Ча Ган – это совершенно обычная эмалированная кружка. Но она относится к тому пласту китайской чайной культуры, о котором за пределами Китая известно немного, потому что это пласт дешевый и массовый, и уходящий. Буквальный по иероглифный перевод Ча Ган – чайная банка или, если угодно, чайный сосуд. И, видимо, потому, что у иероглифа Ган есть еще значение «цилиндр», название Ча Ган закрепилось не за какими-либо чайными сосудами вообще, а за эмалированными кружками цилиндрической формы. Энциклопедия Бай Ду так и определяет Ча Ган, как питьевой сосуд, верхний и нижний диаметры которого одинаковы, в отличие от чашки, у которой эти диаметры разные. В том, что у обычной эмалированной кружки, которая может использоваться для употребления не только чая, но и других и самых разных напитков, в чайное название нет ничего особенного и удивительного. Повседневные предметы, в названии которых упомянут чай, но которые не имеют при этом жесткой функциональной привязки к чаю, существуют в разных культурах. Достаточно вспомнить о чайных ложках или об английских названиях кухонного полотенца и неформального платья – титауэл и тидресс. Однако у китайской кружки Ча Ган есть еще пара чайных зацепок, помимо названия. Во-первых, в относительно недалеком прошлом такие кружки использовались для заваривания чая, просто потому что были массовыми, надежными и совсем дешевыми, и для многих жителей Китая являлись самой доступной посудой, в которой можно было заваривать чай. Во-вторых, у кружки Ча Ган есть модификация с крышкой, тоже металлической и эмалированной. Эта крышка, безусловно, резко повышает чайную функциональность кружки, особенно заварочную, превращая ее в упрощенный металлический и дешевый вариант Гай Ване или керамической заварочной кружки. С ростом благосостояния и повышением доступности специализированной чайной утвари кружки Ча Ган стали использоваться для приготовления и употребления чая гораздо реже, что совершенно объяснимо, конечно, но остались в культуре. Во-первых, потому что они не утратили питьевой функциональности, дешевизны и надежности, и во-вторых, потому что ими в армии пользуются. Ну и классно, конечно, гуглить или байдить по иероглифам Ча Ган и по картинкам. Там в результатах поиска можно роскошные образцы кружек встретить. Мне особенно понравилась кружка с красным шнурочком, которым крышка кружки привязаны. Такие шнурочки встречаются время от времени на чайниках, но на металлической кружке такой шнурочек смотрится намного более стильно. Замечу, кстати, что заваривать чай в эмалированных кружках и пить чай из эмалированных кружек не так уж неудобно. Нужно приноровиться, конечно, но это несложно. А вот кружки алюминиевые и без покрытия – это реально беда. Уж очень у них теплопроводность хорошая, горячо получается. Это была Разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!